Средневековая крепость, ее хотят посетить многочисленные гости Акермана, а историки и археологи занимаются изучением ее тайн и загадок на протяжении многих лет. На встрече с представителями СМИ Александр Морозов говорил о том, что делается сегодня для ее сохранения и для привлечения большого количества отдыхающих. С первой проблемой, с которой мы столкнулись, был изучен этот вопрос и целый ряд проблем, которые сегодня возникли перед нами. Это и доставка сюда туриста, это трансферты, это и экскурсии, которых не было в нужном количестве, нет. И жалобы поступали от туристов, что они приезжают и получают всего лишь одну экскурсию и не на что посмотреть. То есть мы начали плотно над этим работать и сегодня есть какие-то результаты, о которых бы хотелось мне вам показать, рассказать и провести, так сказать, маленький такой экскурс, привлечения еще и нового экскурсионного маршрута. Павел Остапенко рассказал, что благодаря кропотливой работе археологов и историков в 2010-2012 году нашли строение античного города Римского периода, которое датируется примерно вторым столетиям новой эры. Эта улица функционировала в те времена, когда античное место Тира относилось и подперековалось Римской империи. Почему это место очень интересное и почему мы его оставили в таком состоянии и почему мы хотим работать дальше на этой территории? Продолжение в том, что не так много античных мест может хвалиться тем, что имеют лишки улиц, до которых примикают строители, в которых жили или проводили какой-то время жители города. Это будет еще одна из изюминка в новом туристическом маршруте, говорит Александр Морозов. Затем рассказал о том, чем еще готовы удивлять посетителей крепости. Вот одна из частей, которую мы прошли, это одна из частей маршрута, экскурсионного маршрута. Он начинается от Килийских ворот и заканчивается выходом в цитадель. Нам пришлось немножко расчистить ее, сделать мост через раскоп, подготовить смотровую площадку. То есть мы в принципе уже готовы для того, чтобы принимать сегодня наших туристов, наших посетителей на этом экскурсионном маршруте. И в ближайшее время, день-два, он будет уже открываться. Ну а эти деревянные лестницы появились совсем недавно. Как говорит Александр Морозов, сотрудники коммунального предприятия заботятся не только о том, как привлечь туристов, но и о их безопасности. И сегодня одно из важных сооружений, которое было успешно сделано за этот месяц, это поручни и ограждения, которые находятся, как таковые смотровые площадки, возле смотровой башни и возле гаремной башни лестницы и поручни. В дальнейшем у нас в планах полностью перекрыть все эти стены полностью ограждениями, так как очень много случаев, когда наши туристы и посетители где-то зацепляются, где-то падают. То есть для того, чтобы обезопасить сегодня их, мы сегодня решили, приняли решение, чтобы здесь полностью провести, так сказать, ограждения в целях безопасности. Кроме этого, над Гаремной башней провели противоаварийные работы. Ну а о самом новооткрытом сооружении и о тех тайнах, которые открываются перед посетителями, мы расскажем чуть позже в этом выпуске новостей.